Если бы до этого обзора вы у меня спросили, за сколько можно купить отличный набор из геймерской мышки и механической клавиатуры с выдающейся красивым RGB, качественным корпусом и даже фирменным ПО, которое не идиотское, я бы сказал 100 баксов с хвостиком, ну 120 где-то, чтобы не продешевить. А потом мне на обзор попали мышка First Player DK 3.0 и клавиатура First Player DK 5.0, и этот набор вместе стоит 60 баксов, 1700 гривен, и я сразу его рекомендую, потому что это такая халява, ребят, вот серьезно, я даже не шучу. А вот почему именно, сейчас расскажу, не переживайте. Я постараюсь быть краток, но не гарантирую. Пока что просто посмотрите на эту вот красоту, просто посмотрите на эту вот подсветку. Это мышка First Player DK 3.0, которая стоит 20 баксов. 20 баксов, и она безбожно красива. Светится со всех сторон, и вот эти вот изящные изгибы еще и помогают хвату руки, что меня вообще в отдельный восторг вогнало. Кнопочек дополнительных 4 штуки. Помимо переключателя DPI, очень прикольной формы, есть еще кнопка снайпера и 2 боковушки. Корпус обтекаемый, пластиковый, не скользящий, кабель полутораметровый и в оплетке. 20 баксов, пацаны, 20 баксов. Максимум DPI 6400, вес 120 грамм, частота опроса 125 герц. Максимальное ускорение 12 метров в секунду. Да, сама по себе начинка не впечатляет, но опять же, гляньте на эту красоту по бокам. Я не знаю почему, но оно меня почти что гипнотизирует. Клавиатура Full Mechanic на Otemu Blue, с нампадом, с дренажными отверстиями, с тяжеленной механической основой, с сочным кликом и безумно красивыми переливами. И печатать на ней сладко, и играть приятно, и она не скользит, потому что ножки топовые. Кнопка FN тоже имеется и меняет часть функциональности клавишного ряда от F1 до F12. Плюс на большую часть дополнительных кнопок идет вторичный набор функций для управления подсветкой. Стрелочек это кстати тоже касается. По программному обеспечению оно полностью рабочее, функциональное и выглядит очень приятно. Да, у мышки например изначально выставлен китайский язык, но зато программку даже устанавливать не нужно. Настраивается кстати много чего, начиная от DPI и заканчивая паттерном подсветки. Клавиатура это тоже касается. К ней кстати программка поприятнее будет. И не столько попроще, сколько без странных упущений, а-ля усложненный китайский в роли стандартного языка. Ну потому что там рядом еще можно выбрать упрощенный, кнопочка есть. В общем не суть. Суть в том, что за 60 баксов это что-то нереальное. И вот теперь вы, наверняка проникшиеся моими воплями восхищения, задаете вопрос. Либо в комментариях, либо вслух, либо про себя. В чем подвох? Ну не может такая качественная мышка клава стоит 60 баксов. Такой-то красоты. Ну не может. И вы знаете, если очень-очень придираться, то недостатки в этих моделях находятся с полпинка. Кнопка снайпера у мыши например еле-еле достается пальцем. И ощущается не очень приятно. Боковые кнопки вообще немного лифтящие. Мягкие какие-то. Некоторым она не подойдет по форме, а по производительности явно не подойдет киберспортсменам. А вот еще вспомнил. Синхронизации между мышкой и клавиатурой нет. Ну я имею ввиду в плане подсветки. Подсветка по бокам мышки меняется, но подладонная область почему-то нет. И это странно и глупо. Кстати, ну клавиатуры... Ну блин, не знаю. Кабель без оплетки. И, кстати, колпачки снимаются ну очень туго. А инструмента для их снятия нет. Я все пальцы ободрал, пока хоть один стащил для обзора. Но блин, ну это придирки. Ну совсем дурацки. Мне по долгу службы придираться положено. Но как потребитель, любящий и ценящий эстетику не меньше, чем функциональность, Я FirstPlayerDK3.0 и FirstPlayerDK5.0 рекомендую просто с обеих рук и одной ноги. Ну просто вообще счастье, а не набор. И на этом у меня все. А в комментариях напишите, какой бренд периферии любите и уважаете сильнее всего вы. Как им пользуетесь сейчас и какой советуете лично. Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик. С вами были Денис Зайченко и канал RoadNation. Всем пока.